всем привет и вот наступила у нас осень и наконец-то я решилась снять косметичку на осень уже пользуюсь конечно полмесяца но не суть главное вообще начать это дело и начну я пожалуй с ухода уход весь мой я уже показала предыдущих видео вся моя косметика если интересно проходите смотрите уход для лица в первой части во второй части уход для волос ну да ладно что я добавляю свой уход добавляю вот этот вот тоник от ordinary он у нас с кислотами как раз на осень хочу включить кислоты и им я и воспользуюсь а начну с него а дальше подключу уже что-то помощнее по действиям и давайте с декоративной косметики что хочу показать фиксирующий спрей все также остается у меня от catrice очень он мне понравился и перед макияжем я его наношу и после макияжа прекрасно смешивает слои очень-очень мне нравится классный спрей следующие это тональные следующая категория это тональная основы здесь у меня 2 добиваю вот это вот от миша 21 оттенки мне она вообще не понравилось и об этом я уже говорила просто надо добить скажем так смешивала я вот с этой тональной основы от холика холика в общем мне она нравится неплохая бибишечка и с мишей когда она все вместе смешивается вроде бы и миша ничего из контурирования которое вот именно кремовая буду использовать все тот же контур стик от в один вайлд у него очень теплый подтон а он больше теплый корректор поэтому я его использую как бронзер когда мне не хочется наносить пудру и использовать какие-то пудровые текстуры я использую как раз его и и мне очень и очень он нравится очень хорошо ложится классно из кремовых румян все также остается вот это вот малышечка milk очень уж она мне понравилась это румяна и помада в одном классная малышка и очень красивый натуральный оттенок дает и пока еще осень хочется им именно пользоваться пока еще загар не совсем на теле смылся поэтому использую вот такого рода румяна если мы заговорили о пудре то на данный момент я прикупила вот такую новинку от wet and wild очень хорошая пудра у меня в оттеночке 823 natural beige фотофокус пудра изначально она мне понравилась не очень и до сих пор она очень плохо набирается но что сделала я я беру исчищаю верхний слой который запекается и наношу ее и тогда она смотрится неплохо очень натуральный у нее финиш такой скорее даже бы я сказала сатиновый а поэтому очень и и и полюбила за натуральность финиша скажем так пока еще и и пробую но вот в осеннюю косметичку я ее конечно же включила про бронзер бронзер я использую вот этот от физишн формула как только я его получила я сказала что он мне не очень нравится он очень желтый и за это я его не люблю но сейчас когда загар смывается у меня получается тело таким желтым подтоном и мой бронзер от faberlic немножечко дает красненку такую легкую поэтому этот мне бронзер очень пригодился хотя изначально я его хотела либо продать либо отдать но вот хорошо что оставила все-таки бронзеры разные важны и разные нужны так что пусть остается пока мои косметички что касается сухих румяна здесь также у меня остаются вот эти вот от буржуа в 16 оттенке не очень они мне тоже изначально нравились но сейчас вроде бы как ничего тоже они запекаются и из-за этого у нас с ним были кое-какие проблемы но сейчас я тоже немножечко сняла верхний слой и вроде бы как они хорошо набираются хорошо переносится хорошо тушуются пока еще к загару подходят именно персиковые туда дальше я использую румяна похолодней дальше консилеры я не назвала консилеры и у меня их два это вот такой от clorans это мой постоянный консилер в оттеночке 01 очень его люблю и мне кажется он нескончаемый срок годности у него 18 месяцев и вы знаете мне кажется он у меня уже больше мне кажется он у меня уже года два ну я надеюсь что его осталось тут чуть-чуть и он скоро скажем так я его использую нежели выкину не хотелось бы просто выкидывать хороший хороший люксовый консилер и следующий это будет аджаст ну по мне так это ужасно начиная от упаковки это минеральный консилер он для меня очень светлый открывается вот эта крышка очень плохо что касается он нажимается вот так вот как ручка и пока дождешься продукта очень можно долго ждать потом он начинает вытекать и течет везде и к тому же когда закрываешь колпачок непроизвольно нажимаешь вот на эту кнопочку мне в 25 оттенке для меня он сейчас светловат но все-таки я буду его пользовать буду его наносить он очень легкий легким слоем буду наносить потому что но по-другому никак его использовать рука к нему не тянется но выкидывать как бы тоже не хочется в принципе он не скатывается не западает нормальный консилер но вот упаковка вот прямо сказать ужаснейшая из хайлайтеров пока еще могу пользоваться вот этим от в один вайлд он таким как бы золотистым отливает золотистым вот так вот оттеночком он неплох неплох в момент именно загара и пока пока еще осень пока еще не смылся загар можно его использовать он очень сильно сияет может подчеркивать текстуру кожи надо быть с ним очень и очень осторожным но в остальном неплох это наверное самый сияющий хайлайтер из моей коллекции идем дальше что касается теней то здесь у меня два фаворита на осень это вот такие вот от faberlic очень они красивые оттеночек я не скажу но постараюсь оставить в инфобоксе очень классный такой серо-розовые такой серо-розовое сочетание они доохромистые очень и очень классные вот такие вот от кика это такие болотно-зеленые золотым переливом тени жидкие очень классные тоже хорошо держится как и предыдущие очень красивый цвет мне он очень и очень нравится и для бровей средства для бровей все также остаются в моей косметичке вот такие два карандаша даже можно сказать 1 0 3 0 2 0 2 мне закончился даже пустой баночка по моим говорила но оставила показать вам как они смотрятся вместе 0 3 более теплые более чуть темным буквально на полтона это еле заметно но заметно все таки и вот 0 2 я люблю как там больше и вообще люблю эти карнашки вот клевый да от essence остается у меня вот это вот малышка тоже поначалу купила ну ничего особенного да тушь для бровей как тушь для бровей она мне подходит 100 в брауни бронз 0 3 не он очень подходит очень подходит оттенок а если я переборщу с хной у меня есть видео на канале как я окрашиваю брови хной если интересно можете пройти посмотреть и так вот если я переборщу немного с хной немного передержу и получается очень темные волоски то он прям вот спасает выравнивает цвет и потом прям идеальное сочетание с карандашом в общем мне очень нравится классная все-таки тушь не зря и так хвалили из карандашей для глаз у меня остается только один серый такой кика милана вообще не люблю черный карандаш и черной подводки для меня не сильно явный люблю либо коричневый либо серый вот этот вот шестнадцатом оттенке от кика классные карандаш и мне он очень нравится не размазывается не рассекается никуда не убегает мягкий прекрасно наносится в общем хороший хороший обычный карандаш как бы ничего сказать не могу что касается подводок то здесь у меня надо добивать иначе она у меня уже очень долго это вот такая подводка мастер престиж престиж в общем вот такая подводка от мейбелин коричневом меня оттеночки очень и очень она у меня давно и не люблю ее потому что если рисовать есть стрелки получается очень красиво и мягко но при этом она размазывается если задеть но по ресничный контур подчеркивать вроде бы незаметно и вроде бы придает объему ресницам ей просто вот она в этом смысле конечно же незаменима ну скорее всего даже не как подводка да сама по себе а скорее всего даже из-за цвета очень и очень ее люблю и конечно же буду ей пользоваться и взяла вот этот от белор дизайна подводку тоже надо пользоваться последнее время ну вот как-то вообще не люблю стрелки не люблю их рисовать и для меня это мучение решила вот как куда-то собираюсь рисовать теперь стрелки чтобы их отработать научиться это не было для меня какая-то проблема и какой-то стопор который сейчас меня вводит так вот вернемся вот к этой белор дизайн она в черном оттенке у нее наконечник кисточка что очень хорошо это очень классно конечно же но фишка в том что когда вы красите один глаз то второй глаз надо будет минут пять подождать подержать чтоб туда дошло средства и потом уже красить второй глаз в общем не удобно как там хотя в принципе она рисует черные стрелки сказать что там мало продукта тоже не сказать но как-то вот с поступлением продукта к самой кисточке все очень 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 плачевно так и что же у нас осталось две туши буду использовать доиспользовать скажем так у меня же есть новые туши которые хотелось бы очень попробовать новинки от тех же мэйбелин снапскара но сейчас вот lash sensational мои любимые туши в коричневом и черном оттенке очень их люблю просто их обожаю и это мои фавориты и в зависимости от макияжа конечно же если ежедневный то это будет коричневая тушь если хочется побольше драмы или для видео конечно же это будет черная тушь не буду на них подробно останавливаться в общем они классные что касается помад здесь все также остается от catrice масло очень его люблю это у меня в оттеночке 060 очень люблю вот эту вот помадку от just она матовая с краплением таких вот мелких золотистых блесточек я думаю на осень самое оно будет из нюдовых стойких самая стойкая это у меня комплименте такая она вроде холодная вроде теплый оттенок тон 14 это вот ваши губки только лучше но она стойкая но она подсушивает да и если все-таки жирную пищу будете есть она будет постираться из новинок от эвелин вот такой вот gloss magic в теплом оттенке натуральный теплый оттенок сейчас скажу какой это у меня 08 sweet caramel красивый очень это как лаковая помада скажем так потому что это очень плотный блеск он плотно ложится на губы и блеск довольно таки стойки довольно таки долго держится вообще не липнет очень напоминает масло вот это вот от catrice только масло от catrice она более прозрачная здесь конечно же более плотное покрытие будет если захочется чего-то яркого здесь у меня карандашные помадки вот такие вот две помадки от golden rose это сейчас вам скажу да такие прям осенние цвета один такой теплый коричневый а а другой такой бордовый 0 2 бордовый 21 теплый коричневый классные помадки да они имеют полуматовый финиш если вы заденете рукой они у вас сотрутся и но при этом если вы пьете кофе каким-то чудесным образом они сохраняются у вас на губках и я бы их назвала довольно таки стойкими не супер стойкими но в принципе стойкость у них хорошая и если захочется чего-то яркого вдруг выглянет солнышко и мне захочется вспомнить лето какие-то теплые деньки и захочется вот чего-то яркого тогда я возьму вот эту потому что ей не пользуюсь того матовая помада от catrice в таком ягодном оттенке в общем это вот для яркости для чего-то очень яркого также из нюдовых помад все также остается с лета переходит эта малышка от make up for a m100 оттеночек очень она мне нравится очень классная помадка просто шикарная цвет плотный матовый финиш а не супер стойкая но стойкая и очень комфортно просто но для меня лично идеально и цвет шикарный и вот такой вот блеск он мне сегодня на губах без него я никуда можно ли как топовое покрытие вы использовать и можно просто как блеск очень комфортный это от лореаль блеск очень классные я его очень люблю 210 номер дискобол классные такие мелкие блесточки золотые дает очень красивый перелив и держится очень и очень долго этот перелив и что касается карандашей для лу тут у меня два предпочтения это от стеллари а в 0 5 оттеночки это теплый карандашик и в холодный карандашик это моя новинка прикупила недавно это от эссенс 0 9 классные карандаши и то-то другое единственное это будет чуть потверже этот будет чуть помягче а если чуть постойче будет вот такой вот парадокс карандаш вроде бы и мягкий а стойкость лучше так ну и пожалуй обо всем я вам рассказала остались только палеточки а предпочитаю осенью золото коричневый макияж каким-то вкраплением может красного а в общем что то такое вот может бордо немножко добавлю этой осенью и поэтому здесь у меня будут две палетки мои любимые это первая палеточка это вот такая вот палеточка от color pops очень и очень весенними оттеночками просто ее обожаю и очень и очень люблю она действительно классная и здесь и матовые шиммеры все уходят немного в рыжий бронзовый золото в общем все краски осени также здесь до хромистый зеленый красивый бордовый синий если закончится в общем такая прям классная палетка и качество действительно крутое обзор на эту палетку я снимала у меня есть видео о color pop и там и сводчи и более подробно я описываю если вам интересно можете пройти посмотреть просто если еще показывать сводчи на каждый продукт то очень большое видео будет очень и очень очень и вторая моя палеточка это вот такая новинка мне ее дали в подарок в магазине подружка об этом я уже тоже говорила здесь вот такие вот цвета а здесь уже более такие бордовые песочные темные в общем они как-то друг друга дополняют очень классные две палетки я очень очень люблю и мне кажется на осень вот прям огонь вот ну как то вот такие цвета да я больше использую но вот пожалуй это и вся моя косметичка ну это без чего не могу обходиться в своей сумочке конечно же это все также малышка пудра от они моли классная обожаю просто хорошая пудра и это дорогого стоит идеальный цвет и не видно при пудренности классное покрытие и вот этот вот от нарс бальзам чик я не знаю лимитка или нет насколько я знаю возможно это лимитка я не знаю что он делает с губами но это просто какая-то магия вроде бы не дает цвета вроде бы дает такой сук какой-то губки становятся какие-то сочные вниз есть содержание мелких мелких блесток сами блестки не видно видно такой легкий красивый перелив в общем она творит чудеса с губками они становятся такими пухлыми сочными вот так и хочется их поцеловать и это лежит у меня в сумочке вот пожалуй это и вся косметичка надеюсь это видео было для вас информативным если интересуют какие-то ссылки и какое-то более подробное описание продукта спрашивайте в комментариях я всегда рада буду вам ответить а на сегодня это все хорошего вам дня и всем пока пока